Совсем скоро в клубе поселка Центрального будет новоселье. От прежнего здания остались только стены. В прошлом году заменили крышу, обложили плиткой фасад, сделали крыльцо с пандусом. Площадь перед Домом культуры преобразилась до неузнаваемости. Местное хозяйство, общество Белоглинское, вложило в капитальный ремонт очага культуры 15 миллионов рублей. Время идет, цивилизация идет, и поэтому он, конечно, был не украшением поселка. Поэтому приняли решение вложить деньги и сделать Дом культуры, сделать капитальный ремонт. В настоящее время полным ходом ведутся работы по внутреннему обустройству Дома культуры. В холле ремонт уже завершен, и здесь занимаются досуговой деятельностью воспитанники лагеря дневного пребывания. В актовом зале обновлена сцена, ведется отделка потолка. На этот год было запланировано сделать внутреннюю часть. Начиная со сцены, начиная, где хранится у них одежда, как артистов. То есть вот такая вот программа была. И мы это сделали, библиотеку. Кресла закуплены, новое кресло. Это закуплены на деньги администрации. 900 тысяч выделили. Остальные все средства у Белогринска. Это в пределах 15 миллионов. И получается, где-то 20 мы его будем сдавать. Но я их не тороплю, потому что единственное требование, чтобы было качество. Руководитель хозяйства уверен, городообразующее предприятие не может оставаться в стороне от решения социальных проблем. И в изменениях к лучшему есть глубинный мотивирующий смысл. Люди хотят здесь жить и гордиться своей малой родиной. Илья Тихонович Бураков, пенсионер наш. И он все время мне говорит, встретим, все делается и делается. Хочется жить и жить. Что же дальше будет? То есть это тоже, когда все стоит, когда в разрухе, она психологически действует очень отрицательно на людей. Поэтому, конечно, каждому приятно увидеть это развитие. Облик поселка должен улучшаться, вылететь хорошо. Потому что, ну как жить в захолустье, что ли? Ну, это ненормально. Поэтому надо вкладывать деньги. Нашим предшественникам было так же тяжело, когда была разруха и так далее. Но они вкладывали деньги. Строили дома культуры, школы, больницы, амбулатории. Дело же делать. И сейчас мы должны тоже вкладывать деньги в это строительство. Вложено было где-то 20 миллионов. Потом 5-4. В этом году у нас получится где-то 10. То есть вот так идет. В зависимости от нагрузки, которую мы запланировали. Вопросы благоустройства и поддержания образцового порядка в районном центре под особым контролем главы района Александра Куклина. Он регулярно инспектирует ход работ по строительству набережной в центре села Белая Глина. Берег реки Расыпной украсили платаны, липы, клёны. Больше 400 деревьев. Все благополучно пережили засуху благодаря капельной системе орошения, оборудованной строителями. Расчищено русло реки. Построена большая округлая беседка «Ротонда». Установлены скамейки и освещение. Прогулочная зона выложена новой плиткой. Для безопасности жителей вдоль берега реки установлен кованый забор. Подделан в целом у нас очень большой. Ну, конечно, это опять же моя оценка. А самая главная оценка – это наши жители, которые, надеюсь, видят, как много делается в нашем районе для благоустройства и для улучшения комфортного проживания наших жителей. И один из ярких примеров – вот эта набережная, которая строится здесь по инициативе Петра Георгиевича Данчина и при его финансовой и моральной поддержке. И спасибо ему за это. Но, как говорит руководитель, на этом работы не закончатся. Благоустройство будет продолжено. Шахматная доска из плиточки будет выложена. Уже заказаны шахматные фигуры большие. Уже заказаны и приобретены часть оборудования. Это катамараны, лодки, гироскутеры. И это все группа компаний «Аветист» Петр Георгиевич Данчин приобретают и передадут белоглинскому поселению. Возможно, уже 3 августа, в день Белоглинского района, жители смогут оценить новый облик набережной. Ожидается, что к этому времени работы будут завершены и состоится торжественное открытие зеленой зоны. В начале прошлого года было принято решение по строительству в селе Белая Глина православного культурно-просветительского центра. Спасибо меценатам, которые откликнулись, которые помогают. Это наиболее яркие, это группа компаний «Аветист», это «Смарт», это «Мартин». В этом году в планах выложить стены и накрыть крышу. Здание по проекту однотипно, по внешнему виду, такое же, как детская поликлиника, но внутри оно перепланировано. Там предусматривается и место, где взрослые могут встречаться, общаться, и дети, и изо-студия, и мультстудия, различные кружки, спортивный зал, клуб, патриотический клуб. Глава Александр Коклин уверен, появление такого центра благоприятным образом скажется на социальной и духовной обстановке в районе, окажет положительное влияние на воспитание детей и молодежи.